Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк на видео. В этом видео расскажу вам про онлайн-бизнес, такой как торговля на Амазон, организация вебинаров, профессиональное блогерство и бизнес или инвестиционные визы в Соединенные Штаты. В наших прочих видео мы рассказывали подробно о всех существующих бизнес-визах или трудовых визах, когда человек может приехать в США, чтобы организовать свой бизнес или трудоустроиться, или на основании инвестиций, которые он сделал в экономику США. В наше время очень большую популярность имеют бизнеса онлайн. Вот торговля на Амазон, например, и, конечно, к нам часто поступают вопросы. У меня на складе Амазон лежит товар на 100 тысяч долларов, это мой бизнес. То есть человек не только пробует, а он конкретно этим уже занимается и на довольно большую значительную сумму. У него есть товар, мой бизнес, могу ли я получить бизнес-визу в Соединенные Штаты. Для каждой визы есть определенный набор критериев. Но если говорить в общем, то иммиграционный департамент Соединенных Штатов под бизнесом понимает бизнес-структуру. То есть независимо, какую прибыль может получать человек от своей онлайн-деятельности, если бизнес состоит из человека и его компьютера, практически невозможно показать структуру. Например, как я сказала, если у вас на складе Амазон лежит товар на большую сумму, вы сами на Украине, и вы успешно работаете на Амазон, как доказать иммиграционному департаменту, зачем вам необходимо быть в США. И я имею в виду объективные причины, потому что историй можно придумать много, но объективно. И что такое бизнес? То есть фактически это ваш компьютер. Но с другой стороны, если у вас, соответственно, зарегистрирована компания в США, есть банковский счет, вы сняли здесь офис, у вас, может быть, есть сотрудники в США, те же самые маркетологи, или которые вам помогают с какими-то административными вопросами, это уже бизнес. То же самое профессиональные блогеры. Один человек может сидеть, он и компьютер, это не бизнес. Почему я говорю профессиональные блогеры? У них обычно очень много контента, соответственно, этот контент один человек не может написать. Очевидно, ему кто-то помогает. Так вот, если он таких помощников нанимает в штат, сажает их в офис, то он этим уже показывает структуру, и тогда он может претендовать на визу в Соединенные Штаты. То есть это все сделать можно, но надо понимать, что это требует каких-то определенных материальных затрат. Это не дешевое мероприятие, но также это не супердорогое, и вы вкладываете в свой бизнес. То есть если есть желание вложить в бизнес в США, построить здесь эту структуру, это сделать можно. Можно получить неиммиграционные визы, можно впоследствии при развитии бизнеса здесь подать на иммиграцию, но нельзя получить инвестиционные или бизнес-визы, основываясь только на обещаниях. То есть в посольстве сказать, окей, у меня такие-таки намерения, я еще ничего не сделал, но вы мне дайте визу, я приеду, я все это сделаю. То есть только на основании ваших обещаний, к сожалению, шансы крайне малы. И если вам надо приехать сюда исследовать рынок, встретиться с какими-то стратегическими партнерами, для этого всего вы можете использовать визу B1-B2. То есть B1 это категория туризм, но бизнес-туризм, B2 это обычный туризм. То есть эта виза позволяет вам быть в США полгода или краткосрочных мероприятий, она вполне подходит. Ну а если вы хотите уже задержаться здесь на года, то к этому надо готовиться, серьезно подходить, строить структуру и работать с проверенными профессионалами. Будут вопросы, пишите, звоните. До скорого! Интересуетесь иммиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok